приветствую друзья с вами димон ну что как вам новинки уже читал комментарии о том что якобы улитка целое лето потела вроде как патч готовила контента оказалось мало но тем не менее из того что вот у каждого наверное есть выделенная техника я для себя выделил лишь две машины которые мне лично зашли мне интересно я обязательно на них сделаю первые обзоры на остальное в принципе как-то параллельно но тем не менее ради аудитории конечно же буду делать ролики а куда мне деваться но предварительно я посмотрел новый карт они не завязали то есть не дали надави их пощупать изучить возможно их еще дорабатывают карт мейкеры поэтому сразу пошел по новинкам которые мне понравились как я уже сказал их только две первое разумеется это швед ягдвигин оказался довольно любопытной машиной и я предполагаю что еще не настроенный потому что судя по чудовищным перегрузкам которые она выдерживает на маневрах 13 14 же явно где-то что-то еще нужно править помимо шикарных лтх офигенной маневренности потрясающие динамики машину не обделили вооружением наконец-то не просто 4 подвеса рб-24 джей а также дополнительные две ракеты то есть сумму можно уже взять как у миг 21 бис 6 ракет и две из них будут новинки средней дальности именуемые рб-71 это ради локационные ракеты с их принципом работы вы уже знакомы но единственное что у них отличное отклонение они не такие убоги как сперл действительно могут хорошо попадать но конечно же в релизе я не знаю насколько там их изменят пока это неплохие ракеты напомню то что сперл во время релиза тоже были очень неплохими ракетами с достаточно приличным процентом попаданий но потом что-то пошло не так разработчики каким-то образом их нерфанули и от них осталось довольно мало толку поэтому лучше не зарекаться но тем не менее к этому самолету вообще невозможно придумать каких-то претензий кроме каких-то невероятных перегрузок это шикарная машина которая на данный момент по ощущениям мне понравилось значительно больше чем миг 21 бис без вариантов но по понятным причинам это очень привилегированная машина потому что довольно мало людей прокачали шведскую ветку соответственно патчи 2.9 этим людям дали на какое-то время доминирующие позиции я уверяю вас что если самолет не изменится ему не подрежут летно-технические характеристики или же все-таки новую ракету rb71 она будет лидером по коэффициенту уничтоженных самолетов и потерянных шведов в общем самая высокая кд среди топов а вот вторая новинка которая меня очень заинтересовала разумеется это миг 27 ему сделали приоритет как раз таки на штурмовку разумеется есть х25 23 29 лазерным наведением тепловизионным но это не имеет значения потому что все подобное вы в принципе уже так или иначе видели кроме бомб я сразу обратил на них внимание тут наведение тепловизионное то есть в нашем случае требуется произвести захват с помощью специального прицела а потом уже сбросить бомбу именно когда произошел захват единственно что нужно учитывать это высоту траекторию то есть хоть бомба отклоняется и какой-то степени наводится но невозможно ее сбросить когда вы на огромной высоте на чудовищной скорости а цель практически под вами то есть бомба в любом случае сильно пролетит вперед здесь нужен небольшой опыт но поверьте быстро привыкаешь ко всем этим тонкостям и бомба летит как полагается разумеется в куча мала которая происходит в полигоне невозможно нормально потестировать подобные штурмовые системы но в пробнике даже оказалось проще я специально отлетел на хрен пойми какое расстояние чтобы продемонстрировать вам самый страшный имбо вариант использования данных бомб кап 500 есть возможность сбросить 13 километров это то расстояние которые не покрывают большинство зерка своей дальностью и бомба как вы уже можете видеть летит примерно в цель но на самом деле я сделаю спойлер она попадет рядом с зениткой упадет и уничтожит то есть вы уже понимаете да какие возможности для вас открывает данная машина наконец-то хотя бы в таком виде есть контра вражеским зерка на топ тире единственное что придется потратить немного времени это сразу идти на низы отлететь подальше набрать высоту и потом уже забрасывать вражеский распаун там где находятся зенитки подобными бомбами конечно можно сбрасывать бомбы и на точке где концентрированные силы противника а можно делать все одновременно это умные бомбы захватываете цель сбрасываете захватываете цель сбрасываете и так пока не скинете четыре бомбы они полетят по своим точкам назначения без проблем да это какая-то прям лютая имба но посмотрим на релизе как это будет действовать на самом деле полет даже техническим характеристикам ник 27 меня не очень впечатлил потому что он довольно бревнистый то есть он уже стал ближе к таким самолетом как фантом нежели к старым мигом и создается ощущение что придется попотеть чтобы прокачать эту машину но спешу вас обрадовать р-60 и доступны сразу в начале то есть прямо на стоковом самолете все что вы прокачиваете в дальнейшем это лишь новые возможности по штурмовке противника то есть различные ракеты х25 29 там как раз таки бомбу кап 500 с ракетами же воздух-воздух все прекрасно они есть сразу но вот с расположением ветки немного удивили 27 миг идет сразу после як-28b они после мига 23 так что обладатели я к 28 возрадуйтесь у вас миг 27 появится побыстрее на этом все друзья остальное будем смотреть по релизу и карты и остальные новинки и будем думать что из этого заслуживает внимание поддерживайте видео пальцы вверх подписка на канал пользуйтесь ссылочкой в описании под видео если нужна трехпроцентная скидка на какой-либо донат в игре не нужно ну и не пользуйтесь все ребята всем пока увидимся ближайших роликах а